Итак, мы преодолели барьер между историей и мультфильмом. И теперь примерно представляем, как будет выглядеть готовое видео. Переходим к декорациям. Для начала закрепим пластину Lego, которая будет служить основой. Лучше всего это сделать с помощью двухстороннего скотча. Если у вас его нет, можете использовать пластилин. Теперь определимся с фоновыми декорациями. Это как раз тот самый дальний задний план. В качестве фона могут служить белый или цветной картон и бумага. Ткань, натянутая в рамке, обычная Lego пластина, либо фон, собранный из элементов Lego. А также в качестве фона можно использовать рир-экран, но об этом в другой раз. Я в своем мультфильме буду использовать фон, собранный из элементов Lego. Это будут декорации небольшой улицы. Камера будет установлена таким образом, что в кадр будут попадать только декорации зданий, поэтому фон неба не понадобится. Собираем декорации зданий. За декорациями ставим пластины Lego, чтобы создать эффект помещения. Добавляем живости сцене различными элементами. В итоге вся моя сцена выглядит вот так. В данном примере я решил не использовать передние декорации. Все предметы, находящиеся на площадке, будь то мусор, элементы интерьера и прочее, должны быть зафиксированы, иначе не избежать огрехов и киноляпов. Например, их можно закрепить кусочками пластилина. И еще старайтесь, чтобы ваши персонажи находились как можно дальше от легко подвижных объектов. Этим вы облегчите себе процесс съемки. Если вы делаете закрытые декорации или декорации помещения, старайтесь делать так, чтобы иметь свободный доступ к вашим героям. Для примера, если это комната, делайте так, чтобы каждая из четырех стен снималась. Это значительно упростит процесс съемки. В следующем видео немного об освещении на съемочной площадке. Если это видео было для вас полезным, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии. С вами был Goodwin, VVCompany. До скорого!